Давайте поддерживать, я не слышу вас! Все эти люди сегодня пришли на Кремлевскую набережную для того, чтобы заняться спортом, а также оказать помощь в сборе средств для нашей землячки Айсулу Шариповой, которая на протяжении года борется с раком, и сейчас ей как никогда необходима поддержка. На сегодняшний день Айсулу чувствует себя неплохо, лечение прошло, оно уже очень длительное, и впереди завершающий этап, средства на которые как раз и собираются сегодня на данном мероприятии. Участвовать в забеге мог любой желающий, возрастом от 6 лет, да и дистанцию каждый из участников выбирает по мере своей возможности. Например, Шамгун Юсупов вместе со своими внуками решил пробежать 1 километр. Я сам всю жизнь занимаюсь, бегаю, 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 бегаю до лужи, очень долго бегут, они увидят большую лужу, ходят очень аккуратно, аккуратно и огибают. Самая маленькая дистанция для самых маленьких – 500 метров. В забеге невольно приняли участие дети, которые еще даже не умеют ходить. Вдох глубокие, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока ищи гимнастика. Для спортсменов со стажем организаторы приготовили испытания посерьезнее. Опытные бегуны бежали кросс на 21 километр. Среди участников оказался и наш коллега Сергей Шерстнев. Для меня это вызов. Я спортом занимаюсь часто, бегаю тоже часто, практически через день. Но мой предел до сих пор был 16 километров. На беговой дорожке просто больше этот предел не устанавливается. И поэтому я хочу попробовать этот вызов. И тем более на открытом воздухе открываем сезон. И благотворительные цели, ну в общем, по-моему, меня уже объявляют. Ребята, извините, мне уже пора, я побежал. Давай, счастливо. Подобный благотворительный забег уже проходил в Казани в феврале этого года. Тогда спортсмены собирали деньги на операцию 9-летнему мальчику. Сейчас, по словам организатора забега Михаила Носова, деньги нужны на операцию его коллеги Айслу. В нашей компании работают сотрудники, которые также необходима помощь. Она проходит операцию последнюю в Израиле. И нас попросили сорганизовать что-то подобное, что мы делали 14 февраля в таком же виде. Вот так принялась идея провести забег. Всего в воскресном благотворительном забеге приняли участие около 200 человек. По словам организаторов, они планируют собрать 200 тысяч рублей. Все эти деньги отправятся в помощь Айслу Шариповой. Андрей Трофимов, Роман Фенин, телеканал Эфир. Продолжение следует...